слава украине привет всем от полонского ребята по поводу наших ну скажем так нерешительных партнеров вот давайте пару слов скажу все-таки в их оправдание ой только не кид не кидайте с какашками я сейчас вам все объясню значит но давайте начнем новостями из германии вот только что шольц анонсировал передачи украине еще 17 систем пво ириста ириста прекрасная абсолютно система пво со стопроцентной со стопроцентной результативностью когда речь идет о самолетах вертолетах либо крылатых ракетах то есть ну то же самое там и по дроном но дроны как бы такой штукой сбивать такое себе удовольствие вот то есть 17 систем это много причем вот интересно смотрите германия государство германия заказала у компании deal defense 22 системы иристы из них 17 для украины и 5 для себя но это вот чтобы вы понимали о приоритетах вот то есть делают делают да скорее тут вопросы к тем кто подписывал будыпештский меморандум это великобритания и скажите мне и соединенные штаты америки причем в основном соединенные штаты америки потому что великобритания не делает проблем с работой теми же storm shadow по территории украины именно байден делает эти проблемы давайте будем откровенны и понятны да но теперь вот я хочу вас просто одно за счет всех остальных также польша например сегодня поднимала самолет героически абсолютно я согласен с вами абсолютно героически поднимала самолеты с тем чтобы отследить как российские ракеты падают на территории украины убивают во львове семью поляки за этим героически значит наблюдали было такое ну конечно было но теперь я вам просто объясню такую очень простую ситуацию всех кто не является подписантами будыпештского меморандума смотрите у них есть свой народ у них есть свои избиратели и они страшно боятся что вот эти избиратели на следующих выборах от них тупо отвернутся потому что они втянули их в какую-то военную авантюру понимаете вот с точки зрения местного избирателя ну для них это будет выглядеть именно так и они крайне боятся что россия может нанести какой-то удар по ним но это не все боятся поголовно да только в украине по-моему уже не боится никто а там смотрят на нас и боятся и боятся какой-то фантастической эскалации еще чего-то боится еще чего-то то есть понимаете они боятся своих собственных избирателей они боятся своих собственных политических конкурентов если бы например там не было бы если у них не было бы политической конкуренции они бы сказали ну-ка и хорошо лупите как хотите ему вообще помогаем и даже войска пошлем наверное то вряд ли да вот но когда есть политическая конкуренция есть масса избирателей больше подавляющая часть из которых совершенно не 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 видит себя в окопах каких-нибудь хочет жевать свою сосиску но это это кутрирую конечно так это где-то и есть и вообще не заморачиваться по поводу какой-то там войны которая идет какой-то там украине вот но они должны быть осторожны прежде всего со своими избирателями это просто чтобы вы понимали они не являются президентами украины они являются президентами франции польши там еще чего-нибудь вот боснии герцеговины или там не знаю швейцарии так далее да то есть у них прежде всего говорится на свои свои избиратели на носу вот и кстати по поводу водопеджского меморандума это жалкая бумажка потому что это меморандум о намерениях меморандум это не договор к сожалению да да понятно что его заключали великие державы понятно что нужно действовать соответствии с этим меморандумом вот американцы где-то так и действует но они вот видят от себя вот такой вот способ действия к сожалению да вот хотя в то же самое время смотрите уже несколько источников белом доме подтвердили этому же рейтерсу что на финальной стадии скажем так находится утверждение передачи нам крылатых ракет для стрельбы по россии именно крылатых авиационных ракет с таким длинным названием джей эй джей эй эс 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 эм да вот такое длинное название немножко из разное но и суть важно это очень хорошая ракета с дальностью боя там за 300 километров ну а есть такие что и до 1000 километров то есть есть разные варианты этих ракет непонятно каких ракетах идет именно речь в случае с украиной ну вот и как видите она с места сдвигается и все равно будут и эти ракеты вот главное тут еще один момент смотрите нам самим надо не быть дураками нам надо не подписывать меморандумы которые ничего не значат большой привет кучме да ну и кравчуку туну уже что-то не думал короче уже можешь сказать ничего вот а кучме большой привет который сейчас делал там сейчас виталий находится да хорошо себя чувствует наверное вот не надо подписывать меморандумы из-за них отдавать ядерное оружие не надо было да вот ну и не надо было чувствовать себя в течение 30 лет очень вольготно и не создавая и уничтожая собственную армию на ноль вот продавая военные объекты не проводя никаких изысканий военных кстати если даже так подумать то ведь военная промышленность одна из самых прибыльных в нашем мире вот после войны если наши остаток наше производство военное по крайней мере останется на том же уровне на котором она есть сейчас но принесет нам миллиарды долларов потому что наше оружие после того каким наклепали 2 армии мира ну вы знаете как востребовано в мире так что это там и дроны и артиллерия наши что хотите так что скажем так с одной стороны я еще возвращаясь к нашим баранам я с одной стороны я страшно осуждаю наших дорогих партнеров за вот эту вот крайнюю нерешительность с другой стороны но надо самим не быть лохами да вот собственно говоря и все о чем я сейчас говорю ну и долбать эту стену долбать чтобы они ни на секунду я имею ввиду наших партнеров ни на секунду не расслаблялись и продолжать продолжали бы нам помогать а лучше бы нет просто продолжали а увеличили эту помощь многократно